С миром, спаси Христос, с рождения вас, как это, днем ангела. Галилуя. Инатий Тихонович, я услышал, завалированно, конечно, но я услышал про себя, про жену, что мы хотели все-таки, чтобы переехать, мы вместе принимали решение, не я один. Она мне хорошая, в общем, она, скажем так, она мне нравится. И сам я достойный этого. Наверное, предисловие было немножко не так, потому что, в общем, я был немного огорчен и тому подобное. В общем, знаете, как сам себя пожалел, и слезы, и все остальное, то есть, ну, как девчонка в порыве гнева, в порыве расстройства пошел и тому подобное. То есть, получается, что предисловие было, как раньше, ну, как все молодые ребята, хотелось мне с девушками жить, и все нормально. То есть, училися мы в общаге, в универе, и я жил сначала с одной девушкой, потом она уехала домой, хотя вторую, а потом всякую свою чистую-чистую жену. Она была из семьи не очень богатой, но она была чистой, она была девушкой. Совершенно, то есть, не тронутой. И, получается, что я там жил до этого уже с двумя, ну, пытался жить, скажем так. Одной полностью половой жизни, а с другой, так, немножко. То есть, ну, до постели, до окончания постели не дошло, скажем так. Просто жили, пытались, ну, пробовали жить, но потом разбежались и сошлись с моей женой. И, получается, что я своим примером дал ей, наверное, что она мне, просто, конечно, изменила. Но после этого она мне родила трех детей. Если я это не знал, это узнал вот только пару дней назад. Но она мне родила трех детей, она изменилась, она начала над собой работать полностью. Ей это, то есть, мне это нравится. Ну, конечно, немножко у нас натянутые отношения в семье, получается, все в таком плане. Ну, скажем так, что мы приняли обоюдные решения. Я, может, немного раньше, может, она... Нет, наверное, я немного раньше. Что просто переехать куда-нибудь в такое село, или, в общем, в такую деревню, чтобы можно было жить, чтобы семья была, скажем, поменьше, с этой развращенной молодежью общалась. Мы жили вот в селе, возле нас, рядом, два километра. То, в общем, там дети, интернет, это все затягивает. Они творили, что хотели. То есть, мы в церковь ходили, знаете, как... Поскольку постольку. Пока они не узнали про это сообщество. То есть, она первая узнала. Я так смотрю, думаю, да, ладно, пускай, пускай. Я свое гнул, мне свое нужно. То есть, наверное, как верил я и в плоскую землю, и отказался от учения физики, потому что то, что учат в школе, это не то, скажем так. Потому что факты заставляют свои. Я понимаю, что это... Мы никогда этого не узнаем. Она плоская, или она круглая, или квадратная, или треугольная. Мне это уже все равно. Просто мне, ну, сейчас я хочу позвать Бога. Нормально. Я вчера смотрел ваши 52 года в пути фильм. Я понимаю, что где-то я там себя увидел, но я еще не знаю, где этот дом, как его найти. Мог еще откроется. Просто хочется, кстати, вашего мнения и узнать. Потому что я услышал сегодня. Немножко не то, что я думал. Потому что я при жене выступил не в том числе. Так, подождите маленько. Это что-то... Доброе утро. Наша семья поздравляет вас с днем рождения. Желает вам долгой пьет жизни. Спасения бессмертной души. Здоровья душевного и телесного. Всего хорошего, доброго. Хорошо, спаси Христос, с Богом. С Богом. Все, поздравляю тут с днем рождения. Да, это хорошо. И, ну, это что, немножко, но не в том свете я выстрел, как оно есть. Потому что, ну, в общем, я только что услышал, что я готов поехать, а она вроде бы как нет. То есть вы меня готовы принять, потеряю, или где-нибудь рядом, а ее нет. Просто я исполняющий особь, а она руководящая. Потому что нас так Господь управил, что я без нее не могу никак. Хотя она такая хорошая и плохая. Так, мы с ней переписываемся, нет? Да, вы с ней переписываетесь. Я ей говорил, пошли пообщаемся разом с Игнатью Тихничевым. Вот она через стенку стоит. Она говорит, нет, я не буду, я стесняюсь. Ну вот вы думаете переезжать куда-то, а она не согласна. Что получится? Не, она хочет тоже, она настаивала больше семья. Потому что я ее предложил еще пару лет назад, говорю, давай поедем. Да нет, просто у меня еще не был открыт путь к Евангрию, писание ни к чему. Я просто думал про себя, уехать куда-нибудь, чтобы было, чтобы было село, было там мало людей, чтобы меня никто не знал, и я никого не знал, что надо, чтобы не сплеталось, наверное, интересно очень. И чтобы мне была удочка, рыбалка, огород, корова. То есть, мирская жизнь. А теперь я понимаю, что мирская это хорошо, и утехи плоские, и духовные, это тоже, то есть, плоские утехи, это, как вам, неотъемлемая часть меня пока что. Пока еще, молодой пока еще что-то хочется. Но все-таки духовное, это прежде всего, чтобы детей уберечь от этого, от этой суеты непонятной, от этого интернета, разврата. Потому что хочется все-таки подумать, четверо детей все-таки уже есть. Я так понимаю, еще, прошу Бога, подпытайся, ну, пока мне ничего не дает пятого ребенка. А я хочу еще ребенка. Одного, может, двух, трех. Ну, дело в том, что какой возраст детей-то? Еще раз перечислите. Вот эти, 22, самый старший. Потом 12, 10 и 7. Ну, вот, которая старше-то, она все, согласна ехать с вами? Нет, она говорит, что я, я, мне здесь, страсть, понимаешь, привязка уже к этому месту. Ну, мало, 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 это, которые, вот эти дети-то. Конечно, лучшего места, чем у нас, для воспитания детей не найти. Все верующие, учителя верующие. И каждую неделю два раза в храме бываем, суббота, воскресенье. Тут надо приехать прямо на месте поговорить. Вот, понимая, потому что она говорит, надо продать дом, ну, здесь мы живем, продать животных. И переезжать. Так вот, вы давайте сделайте так сейчас. Вы на Вячеслава выходите. Вы в каком месте-то живете, говорите? Украина. Ну, вас выпустят. Ну, мне четверо детей, то есть, даже трое детей сейчас, несовершеннолетних. Я выездной. А не выездной какой это? Ну, выезд, то есть, не выездной, за которой военнообязаны, которые... Ну, ладно. Дело в том, что, конечно, это расход. Нужно приехать, посмотреть. А что, переезжать? Нужно, конечно, весной, когда земля еще не растаяла, чтобы вы все посадили, чтобы у вас все выросло. У нас и виноград растет. У нас и картошка, и морковка, и редька, и перец. Все есть. Надо бы быть, поговорить, на собрании сказать. Ну, одному не разговаривать не будут. Обязательно с женой приехать. С женой. Вот это можно приехать, как раз Вячеслав набирает в первых числах июля, потому что крещение будет 16-го. Вы все своими глазами увидите. Надо вам или нет. Там всего-то домов 10. Это как раз то, что вы ищете. Людей мало, но надо ходить по слушанию строго. У нас правила такие, нигде ни с кем не связываются. Не положено там, допустим, разговаривать, потому что и враждующих много. И каждый делает староста. Бывает, ему нужны помощники. У него 1200 гектаров земли. Так что есть люди, которых ничего нету, даже и скотины нету. Они работают, и он платит им. Вот парня одного забрали, как в армии. Он только дом построил успел, его и забрали. Но он заранее уже отдавал на альтернативную основу. Не принимает присяги, оружие не берет. Его сразу на кухню. И уже в благодарность пришло, что хороший работник им. То есть он даже в плен, если попадет, ему голову рубить никто не будет. Ну да. Ну, в общем, я вам сказал так вот. Как-то присоединитесь к Вячеславу. Первое число едет сюда. Никого, ничего не продавайте. Просто приехать посмотреть. Очень желательно, чтобы были вместе с женой. Очень желательно. А нет, значит, один приехать, посмотреть можно. Но давать разрешение, там заявление пишется только от двоих. Чтобы не так. Муж приехал, и это же дом строить с нуля. Ты любой дворец можешь заказывать, какой хочешь. Пять условий, что человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну вот, смотрите, еще иногда пытаются, проявляется у меня желание пойти выпить хоть хотя бы 50 грамм, ну, бывает такое иногда желание. Но потом я рубаю на корню, то есть курить я вообще не курю. Не вижу смысла вообще. То есть я лучше куплю себе конфетки. Нет, это здесь уже не так, что 15 или 1 раз в неделю закурить, нет, тут мертвое должно быть отрублено раз и на психике. Не, я вообще, я курил за все время аж две пачки за неделю. Скурил, выбросил и решил, что это не мое. Ну да, ну и о выпивке тоже не думать. Ни грамма, никак, нигде. У нас это не принято. Так, я поймал, хорошо. Все, я все сказал, давайте расстаемся на этом. Вот с Вячеславом сейчас разговаривайте, а вы почему расстегнуты так? Да, я тут только-только проснулся. Вот смотрите, я даже проснусь, у меня во сне застегнуто. У нас очень строго это. Это не надо так, застегнитесь и никогда так вот, раскристами такое, чтобы не появлялись. Женщина у нас всегда в платке, два платка на ней. У меня пока, у нас их по одному платку. Ну вот, остальное все. Вы нас видите, у нас ничего не скрыто. Сколько роликов, вы в них видите, когда идет, вот, дети, называется, я с детьми, когда занимаемся. Вы же видите, как одеты? Да. Ну все. Трудно было открыть, трудно было зарегистрировать. Совет народных депутатов проголосовал образовать деревню. Ну думали, что домашние будут лучшие друзья. А домашние оказались самыми злыми врагами. Но ничего, без этого нет жизни. Так, все. Александр, я отхожу. Да, спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.